МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите... Как избежать попадания в дорожно-транспортные происшествия? Признаки критического износа мотора. Внедорожные гонки, посвященные Дню автомобилиста. Как известно, в последнее воскресенье октября принято отмечать День работников автомобильного транспорта. В этом году профессиональный праздник омских водителей был ознаменован ярким спортивным событием. Молодой внедорожный клуб с броским названием «Без цармазов» провел интересные состязания для любителей экстремальной езды по пересеченной местности. Таких водителей среди сибиряков полным-полно. Поэтому на новой левобережной трассе собралось немалое количество участников не только на автомобилях, но и на квадроциклах. «Надо отдать должное организаторам». Формат синхронной гонки с общим стартом и финишем для каждой пары участников подразумевает зрелищность происходящего в каждом заезде. Основная интрига заключалась в том, что для победы нужно было чисто преодолеть, причем за минимальное время, два непростых препятствия. Первое – это раздвижные бревенчатые качели, ширину которых мог регулировать либо штурман экипажа, либо судья в зависимости от размера колеи конкретной автомашины. Задачка для водителя из разряда повышенной сложности. Надо обладать хорошим чутьем, чтобы выловить баланс между передней и задней осью. Зачетным считается время 3 секунды и более, в течение которого концы качельки находятся в воздухе. Количество попыток не ограничено, но время-то идет, и соперник наматывает три круга по извилистой трассе. А затем и ему именовать полосы препятствий вслед за своим оппонентом. В ралли-кроссе подобное удлинение одного из кругов принято называть «джокером». Так вот, вторая часть этого самого «джокера» не менее заковыриста, чем предыдущая. Да, и еще раз о качелях. Умные головы для того, чтобы поймать шаткий баланс, аккуратно отклоняли или наоборот поднимали спинку водительского сидения. Даже такого минимального перераспределения веса хватало, чтобы чуть-чуть наклонить удерживаемый тормозами автомобиль в нужную для равновесия сторону. А на второе препятствие в виде длинного одноколейного мостика следовало выставляться с безукоризненной точностью. Малейший угол отклонения от прямой неизменно приводил к падению автомобиля на землю. Вот где оттачивается настоящее мастерство. Как раз на таких, казалось бы, несерьезных покатушках. Однако и скоростные круги тоже требовали от водителя умения правильно оценить степень сложности каждого набора неровностей. Поедешь слишком быстро – сломаешь машину. Будешь катить не спеша – потеряешь драгоценное время. Тут можно было наблюдать как эффектную, что называется, безбашенную езду, так и эффективный, реально быстрый стиль вождения без уграбления техники. Очень хорошо, что традиции внедорожных гонок конца 90-х – начала 2000-х годов вновь получают развитие в нашей области. У Омского клуба «Без тормозов» есть очень хорошие наставники, признанные опытные джиперы, такие как Владимир Кураж, Григорий Калмогоров, Ольга Воробьева, Юрий Пчелинцев, Олег Эрих. Они всегда готовы дать дельный совет для того, чтобы подобные состязания становились еще более зрелищными и яркими. Программа «Автосфера» поздравляет всех работников автомобильного транспорта с замечательным праздником. Как говорят в народе – с Днем шофера! Из года в год с наступлением предзимья увеличивается число характерных дорожно-транспортных происшествий. Этому способствует и сокращение светового дня, и ухудшение погодных условий. Как избежать неприятностей за рулем автомобиля, а заодно и при движении пешим ходом. Начнем с самого наболевшего. За последние недели в городе Омске и на территории области резко увеличилось число ДТП, в которых пострадали дети. В связи с этим напоминаю о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке ребятишек в возрасте до 12 лет. Ну а ремни безопасности должны использоваться не только для фиксации детских кресел, но и для всех остальных, кто находится в автомобиле. Другая важная тема. Родители просто обязаны вести ежедневную воспитательную работу со своими детьми по поводу их безопасного поведения на улицах и дорогах. Необходимо постоянно напоминать о том, что нельзя перебегать проезжую часть в произвольных местах. Дорогу следует пересекать только по обозначенным пешеходным переходам. И только после того, как ребенок убедится в том, что водители его видят, останавливаются и пропускают. Взрослые и сами должны подавать пример правильного перехода улицы. Далее. На мой взгляд, следует категорически запретить детям пользоваться наушниками вне дома. Особенно, если предполагается, что ребенок где-то будет идти через проезжую часть. Ведь отвлечение внимания на музыку или на посторонний телефонный разговор лишает возможности слышать, что происходит вокруг. И это может быть очень опасно. А еще взрослым нужно позаботиться о том, чтобы их дети одевались поярче. И даже если нет денег на обновление гардероба ребенка, вполне можно приладить к тому, что есть какие-то светоотражающие элементы. Это могут быть и нашивки, и значки, и даже модные световозвращающие шнурки. Годится все, чтобы маленький человечек был как можно заметнее в свете фар приближающихся автомобилей. Другое полезное приспособление для ночного перехода через проезжую часть. Это простейший фонарик. Теперь о водителях. Советы для них могут показаться банальными, но не зря говорят повторение это мать учения. Чтобы не попадать в ДТП, строго соблюдайте предписанный скоростной режим. И будьте особенно внимательны, приближаясь к обозначенным пешеходным переходам. Помните о том, что дети вблизи проезжей части могут в любой момент повести себя непредсказуемо. Поэтому не неситесь во весь опор. Двигайтесь перед ними и возле них потише, включая свое боковое зрение. Перед зимой не лишне вспомнить еще раз про техническую часть. Например, обратить внимание на то, как у вас настроены фары. Для этого достаточно подъехать к любой вертикальной стене и посмотреть, нет ли разнобоя в расположении световых пучков. Имеются отклонения? Немедля отрегулируйте фары. Да и в целом перед началом холодов нужно убедиться в исправности всей светотехники. К сожалению, немало водителей подолгу пренебрегают возможностью просто поменять сгоревшие лампочки либо светодиоды, не говоря уже о зачистке окислившихся контактов в разъемах. Есть такие проблемы? Не откладывайте ни на один день вопросы их устранения, ведь это ваша безопасность и безопасность окружающих вас других участников движения. А напоследок хочу дать житейский совет на тот случай, если у вас ограничена обзорность при движении задним ходом. Ведь не у всех на машине есть четко работающие парктроники или камера заднего вида. При подаче автомобиля назад без посторонних помощников не поленитесь до того выйти из машины и посмотреть, на какое расстояние можно продвинуться назад без риска что-нибудь задеть или во что-то упереться. посмотрели? Прикинули? Допустим это 40-50 сантиметров или метр неважно. Отмерьте ножками безопасное расстояние и положите на землю рядом с водительской дверцей какую-нибудь меточку камушек либо щепочку отодвинув ее назад от вашего начального расположения на ту величину которую вы считаете безопасной. Прием примитивный но он всегда работает безотказно главное не ленитесь желаю вам только счастливого пути в любых погодных условиях. Вряд ли кто-то будет спорить о том насколько важна безотказность автомобиля в самый ответственный холодный период года. Как можно по косвенным признакам определить не пора ли отремонтировать изрядно изношенный двигатель? Практика показывает что некоторые автовладельцы эксплуатируют свои моторы в буквальном смысле до конца то есть вплоть до его заклинивания и аварийного разрушения деталей. Это неправильно. Все в том числе и ремонт нужно делать вовремя. Например если дизель стал плохо пускаться на холоде и его приходится подолгу крутить стартером то с большой долей вероятности можно говорить о критическом износе цилиндропоршневой группы. Зависимость понятна. Если нет достаточного сжатия воздуха в цилиндрах то соответственно нет и условий для необходимого воспламенения рабочей смеси. Запомните нормальный дизель всегда должен пускаться практически мгновенно что называется взрывом буквально с первых оборотов коленчатого вала. Впрочем и у бензиновых двигателей существенная потеря компрессии тоже влияет на пусковые качества. Да и на горячую у изношенного мотора также возможны пропуски вспышек в цилиндрах. Другой симптом это свечение лампы аварийного давления масла. Пусть даже только на холостом ходу и только при прогретом двигателе. Ведь в моторе как в живом организме если нет достаточного давления циркулирующей жидкости значит и жить ему осталось недолго. Повторюсь дешевле вовремя прекратить эксплуатацию уставшего мотора нежели потом после его поломки покупать дорогущие базовые детали. Сегодня нет проблем с капитальным ремонтом и восстановлением основных компонентов двигателей внутреннего сгорания разных конструкций и разной размерности. Если кто-то еще не знает в Чкаловском поселке на улице Пархоменко вот уже третий десяток лет успешно работает специализированное предприятие Автокор. Его основным профилем является высокоточная механическая обработка наиглавнейших частей ДВС. При необходимости она дополняется гильзованием задорных цилиндров даже в казалось бы безнадежно испорченных блоках. Приятно видеть, что Автокор не стоит на месте. Он совершенствуется и растет. Например, в ближайшее время здесь будет запущен новый фрезерно-расточной центр. Это позволит ускорить срок выполнения заказов, сохраняя при этом предписанное качество обработки рабочих поверхностей наряду с безупречным соблюдением заданных ремонтных размеров. Впрочем, и сейчас в большом производственном цехе Автокора имеется все, что нужно для достижения блестящих результатов труда. Блестящих и в прямом, и в переносном смысле. Впечатляющий станочный парк это, безусловно, важное, но не единственное условие для успеха. Главной движущей силой и главным достоинством Автокора является его сплоченный коллектив. Ценнейший практический опыт, знания и умения позволяет легко решать те задачи, которые формулируются клиентами. Сложности здесь для заказчиков нет никаких. Нужно просто привести детали в Автокор и изложить свои пожелания. В назначенный срок все будет готово в лучшем виде. А как же иначе? Ведь благодаря Автокору создается базис, основа для того, чтобы ваш мотор обрел свою следующую новую жизнь за вполне разумные деньги. Кстати, сюда же можно привозить на ремонт и всевозможные карданные валы. Такое направление деятельности тоже освоено Автокором. Обращайтесь. Специализированное предприятие Автокор. Улица Пархоменко, 9. Справочный телефон 536828. Применительно к теме подготовки автомобиля к зиме следует отметить, что холодостойкие ошипованные шины сегодня ой как недешевы. Что нужно делать для того, чтобы столь дорогое приобретение прослужило как можно дольше. Очевидно, что значительную часть зимнего периода автомобильные шины работают на чистом от снега и льда асфальте. Давайте повнимательнее присмотримся к судьбе маленького металлического шипа. Каково ему приходится при тех или иных действиях водителя? Пока колесо свободно катится по прямой, не будучи нагруженным ни тяговым, ни тормозным усилием, шипы можно сказать отдыхают. Единственное, это высокая скорость. Только вдумайтесь, при 100 километрах в час каждый шип 15 раз за секунду резко вдавливается в протектор и тут же выстреливает обратно. И пусть его ход невелик, миллиметр туда, миллиметр сюда, но при длительном движении с высокой скоростью шип от трения резины об металл разогревается так, что буквально выжигает свое гнездо. Обратите внимание на расходящиеся лучики трещинки вокруг шипов. Если они есть, это признак старения перегрева резины. Это, если хотите, визитная карточка водителя торопыги. Но гораздо сильнее выдают темперамент водителя стесанные в одну сторону шипы на ведущих колесах. Привычка обязательно первым уезжать со светофора и быстро ускоряться с малых скоростей влечет за собой частичную пробуксовку колес, на которые передается тяга. Пока у резины хватает зацепа, шипы не страдают. Но проскальзывание протектора неизбежно передает выламывающую нагрузку на шипы. То же самое происходит и при интенсивных торможениях и на крутых виражах, но уже со всеми колесами. Представьте себе и запомните, пятно контакта шины с дорогой всего-то с ладошку, ну, максимум с две, а продольные поперечные усилия в нем ого-го. Поэтому, чтобы зимних шин вам хватило надолго, возьмите себе на заметку следующее. Слушайте, как работает протектор. Не доводите шины до неприятного хрррррр. Это сигнал того, что вы своими действиями убиваете шипы. Резина-то уже не держит. Следующий момент. Даже на автострадах с повышенной разрешенной скоростью не стоит загонять стрелку спидометра дальше отметки 110 км в час. Вспомните про учащенное вертикальное перемещение шипов в своих гнездах, их разогрев и высокую вероятность потери, с позволения сказать, ценных металлических гвоздиков. И, разумеется, с понижением температуры воздуха обязательно нужно корректировать давление в шинах. Законы физики не обмануть. На холоде воздух внутри покрышки сжимается, отчего боковины шины деформируются намного сильнее. Вот вам и увеличение расхода топлива из-за того, что обмякшая шина хуже катится, и заодно существенное снижение срока ее службы. А если говорить о так называемых шинах-липучках, то и они тоже не меньше страдают от лихой рваной манеры езды. Практика показывает, у разных водителей одна и та же модель зимней шины может прослужить у кого-то 20, у кого-то 40, а у кого-то свыше 60 тысяч километров пробега. Да, согласен, многое зависит от качества материалов и качества изготовления. Но в деле главную роль играет все-таки водитель. Поэтому постарайтесь, особенно сейчас, в холодный сезон, как можно аккуратнее работать рулем и педалями. На сегодня это все. Программа Автосфера прощается с вами и желает вам счастливого пути! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова